Пришло время для обновления и многоквартирных домов. В Ульяновской области на данный момент строительно-монтажные работы ведутся в 25 домах. Один из таких – дом номер 92 по проспекту Нариманово. Ранее здесь капитально отремонтировали внутридомовые системы теплоснабжения и холодного водоснабжения. Теперь пришло время фасада. Из-за того, что дом стоит вдоль дороги и рядом проходят трамвайные пути, в стенах появились трещины. Проект на данный дом разработан был в этом году. В данных работах были предусмотрены утепления торцовой части фасада с заходом по метру на фасадные части, замена подъездных окон, подъездных дверей, подъездных окон, подшивка карниза, облицовка цоколя с утеплением. По фасаду предусмотрена декоративная штукатурка с последующей окраской. А вот на Толбухино 41 ремонта ждали много лет. Крыша была настолько в печальном состоянии, что во время дождей и таяния снега вода с потолка лилась ручьями. Жители обращались в разные инстанции и, наконец, достучались. Теперь их радости нет предела. На настроение поднялось. Я говорю, ну все, ванну можно убрать, бедра убрать оттуда, чтобы обрадовались. Я даже следила через окно, как на пятый этаж, ну на потолок, материал привезли и смотрели, как их туда сгружали. Первоначально сроки проведения ремонтных работ в общежитии были установлены на 2038 год. По инициативе жильцов из-за высокого износа кровли, подтвержденного заключением технической экспертизы, ремонт перенесли на 2024 год. Кровлю застелят в два слоя. Ремонт будет произведен методом спекания. Гарантии на выполненные работы составят пять лет. Кровлю ремонтируется с пеканием, с заменой воронок, устанавливается ограждение, ремонт выхода на кровлю. Также мы выполняем ремонт крылец, входа в подъезд. Новые козырьки будут из профлиста. На протяжении всего периода строительно-монтажных работ инженеры фонда модернизации жилищно-канонального комплекса контролируют действия подрядчика. На каждом из объектов установлены камеры видеонаблюдения. Видеокамеры мы устанавливаем на общестроительных работах. В основном это крыши и фасады. Сами камеры помогают следить. В реальном времени мы можем зайти и посмотреть, сколько людей работает, в каком объеме работы выполнены, успевает подрядчик к окончанию срока выполнения работы. Всего в 2024 году проведут капремонт в 120 новоквартирных домах на общую сумму в 742 миллиона рублей. Благодаря этому более 20 тысяч людей улучшат свои условия проживания. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ